Я вчера иду в 8 собак у подъезда. Ну куда? Молодежный проспект один в Солнечном. Марина с внуком боится выйти во двор. Каждый день здесь их встречает беспризорная стая. Сегодня мы насчитали 10 крупных собак. Люди говорят, бывает и больше. Неподалеку школа и детский сад. Сегодня утром собаки напали на четвероклассницу. Но животные обитают здесь не просто так. Их прикармливает добродушная соседка. Здесь же и миски с едой для питомцев. Она прикармливает, эта женщина. Строит им шалаши. Мало того, что гулять невозможно. Тут территория школы. Со школы провожаем детей. Потому что одним им невозможно гулять. Нападает. Вы дети вообще сами не разговаривали. Службу 205 жители обращались. Но пока никакой реакции. А местная зоозащитница настаивает. Якобы все животные стерилизованные и для людей не опасны. Я не здесь прикармливаю. Я там кормила. Я вот пришла и с соседями стояли. А теперь они пришли за вами сюда. К жилым домам. Здесь школа. И что? Они будут нападать. Никто не нападает. Собаки стерилизованные. И никто не нападает. И спокойно. Вот вы прошли мимо. Хоть одна собака гавкнула. Сейчас отловом занимаются две организации. Сибирь и бездомный пёс. Судя по многочисленным жалобам людей, службы со своей задачей не справляются. Светлана Загуменникова, руководитель такой организации, рассказывает, за прошедший год отловили и чипировали почти три сотни собак. Но проблемы до сих пор остаются вблизи частного сектора и новых микрорайонов. Мы делали подсчёт. То есть садились сами. Из 6 тысяч заявок на самом деле было 500. 500 именно адресов. То есть по одной заявке могли звонить 20, 30, 50 раз. Из них 27 процентов, это было три месяца назад, было уже отработано адреса. Там есть собаки с бирками. То есть почти 30 процентов нас гоняют на те адреса, где собаки уже отработаны. В городском совете депутаты сегодня обсуждали, возможно ли уже сейчас сократить количество бездомных животных. Напомню, с января 2020 вступает в силу новый закон. Требования по отлову и содержанию уже стачат. Отлов будет фиксироваться на камеру. Также в городе должен появиться муниципальный приют. Сейчас в городе почти 6 тысячи бродячих животных. Примерно 15 процентов опасно для людей. Но держать их негде, а для строительства нового приюта. Почти на 600 особей потребуется 28 миллионов. Депутат Вячеслав Дюков давно занимается этой темой. Сегодня говорил с коллегами из департамента городского хозяйства на повышенных тонах. Особенно проводить кампанию, убеждать людей о том, что прежде чем выбросить собаку, которую ты не хочешь содержать уже, привези ее, стерилизуй, отдай ее стерилизуют. Не выбрасывай на улицу, отдай в этот приют. Ее стерилизуют, кастрируют. Если она агрессивная, значит ее не выпустят уже. Цирк какой-то в городе устроили, только показывают эти бедные телевизионные каналы. Там кого-то искусали, там кого-то искусали. А вы нам эти сказки три года уже поете. Депутаты предложили бесплатно стерилизовать собак и переоборудовать уже имеющийся приют, а не строить новый. На это, по их подсчетам, потребуется не десятки миллионов, а порядка пяти. И главное, как говорят, изменения горожане заметят не через несколько лет, а уже в этом году. Народные избранники потребовали от департамента горхоза в течение 10 дней подготовить письменный ответ. А пока все идет своим чередом. На сайте госзакупок появилась информация. Власти ищут очередного подрядчика на отлов животных. Сумма контракта почти три миллиона. Остается добавить, несмотря на миллионы, которые ежегодно выделяются собак с чипами, в городе единицы. Екатерина Усатенко, Эдуард Баглай, Афонтова, Новости.